я приветствую вас дорогие слушатели кто решил посмотреть это видео в этом ролике я хотел бы надеюсь что это будет серия роликов и это первый из них и в нем я хотел бы представить вашему вниманию рассмотрение некоторых идей взятых из урочника по субботней школе в котором по которому сегодня церковь проходит обучение в данном квартале итак первый квартал 2017 года январь февраль март урочник называется святой дух и духовность автор фрэнк хазал и так в этом урочнике содержится содержится разные интересные темы и разные идеи и я немножко себе скажу что где-то около двух лет назад я или полтора года примерно так назад я понял что учение о три единстве божества является абсолютно не библейским проверив его в писании проверив его в духе пророчества я естественно отверг это учение и вот как раз сегодня урочник рассматриваемый нами он так или иначе затрагивает эту тему ибо концепция о святом духе которая которую исповедует современная адвентистская церковь она в корне отличается от той концепции которую церковь исповедовала в самом начале и которую исповедовали основатели адвентийского движения вот и но мы сегодня будем оперировать в основном только к священному писанию и может быть чуть-чуть в духу пророчества если получится но в основном мы будем оперировать в писании и так я хотел бы чтобы мы с вами сегодня рассмотрели один момент из урока номер три божественности нет извиняюсь из урока номер четыре личность святого духа ну там о божественности сказано в третьем уроке но давайте рассмотрим пока что о личности он на 34 страниц и так вот этот урок личность святого духа и вот тут от меня заинтересовал один один момент который я хотел бы представить и так обратите внимание на вот на вот этот вот вопрос читая приведенные ниже тексты спросите себя о ком они сообщают а без личной силе или о божественной личности вот ну конечно мы сейчас с вами рассмотрим некоторые из этих текстов может быть даже все вообще было бы хорошо все рассмотреть но я хотел бы чтобы мы с вами значит рассмотрели вот это вот начиная с день с деяний вот 8 10 глава значит автор пытается доказать что это личность что в принципе мы лично что в принципе я не отрицаю что-то вот в этих текстах показан дух показан как личность но божественная ли личность там представлена вот это мы сейчас с вами рассмотрим и сделаем кое-какие выводы и так берем писание берем писание вот значит 8 глава и 29 стих автор попросил вас предложил нам рассмотреть этот текст и так в этом тексте мы читаем дух сказал филиппу подойди и пристань к сей колеснице и так из этого текста мы видим что дух это действительно не какая-то сила не влияние и так далее да но в данном случае дух это действительно личность который может говорить который может обращаться личность которая входит в контакт с человеческим существом вот однако автор построил так вопрос интересно чтобы уже человека как бы немножко подвести к тому ответу который он желает услышать от человека он за он говорит ведь является ли дух в этом тексте не просто личностью а божественной личностью поддавайте раз именно вот на это сделаем акцент и сфокусируем наши исследования именно на вот этом слове божественной давайте посмотрим в контексте посмотрите что что нам показывает контекст контекст начинается с 26 стиха а филиппу ангел господень сказал встань и иди на полдень на дорогу идущую из из иерусалима в газу на ту которая пуста он стал и пошел и вот муж ефиоплянин далее мы знаем да встретился ему который читал книгу пророка исаи что читая читая он ее не понимал и вот увидя этого человека который ехал на колеснице в сопровождении своих слуг дух сказал филиппу подойди пристань к сей колеснице филипп подошел и услышал и так далее далее мы знаем что происходит да далее филипп ему объясняет сказанное о христе высая 53 главе далее происходит крещение и дальше мы также видим что значит после того как филипп крестился 39 стих мы читаем вот отсюда когда же он вышел из воды дух святой сошел на евнуха филиппа восхитил ангел господень евнух уже не видел его и продолжал путь радуясь а филипп оказался в азоте и проходя благовествовал всем городам пока пришел в кесарию давайте проанализируем я сразу говорю что я вижу в этом тексте как я понимаю вот этот вот 29 стих исходя из контекста я вижу что дух который его здесь говорит это вот этот ангел господень который филиппа в принципе и подвигнул на на это дело и потом этот же ангел господь филиппа переносит обратно не обратно в другое место для следующего подвига служить служение то есть контекст контекст ясно показывает ясно показывает что дух который обратился к филиппу это не бог дух святой а это именно ангел господень и из писания мы знаем что ангелы это служебные духи то же самое греческое слово пневма используемая и в данном случае то есть это нисколько не противоречит ни писанию ни лингвистики нездравому смыслу научение о боге духе святом вот оно действительно противоречит ясному контексту излагаемой здесь в данном отрывке ситуации и так давайте мы с вами сейчас рассмотрим 39 стих значит он он представляет интерес некоторые для нас здесь мы читаем что когда они вышли из воды дух святой сошел на евнуха а филиппа восхитил ангел господень я подчеркиваю да вот я даже подчеркнул ангел господень восхитил евнух уже не видел его и продолжал путь радуясь давайте рассмотрим это в программе bible zoom я надеюсь вам видно здесь вот этот же стих да как который мы сейчас прочитали вот ангел господень восхитил филиппа вот подстрочный текст говорит что значит когда они зашли из воды ну вышли из воды другими словами дух господа схватил филиппа и не увидел его уже не евнух то есть евнух его не увидел и шел ведь дорогой его радуясь и так в посрочном переводе мы сразу же видим что вот этого выражения что дух святой сошел на евнуха тут нету это этот это именно в синодальном переводе но здесь интересный момент то что синодальный перевод перевел как ангел господень в посрочном переводе дух господа то есть дух господень дух господень восхитил филиппа вот и я сейчас мы с вами рассмотрим несколько переводов вот перед перевод под редакцией касьяна когда же они вышли из воды дух господень восхитил филиппа и больше не видел его евнух и продолжал он путь свой радуясь путь свой восточный перевод то же самое дух всевышнего унес филиппа синодальный перевод мы уже знаем кинг джен сверж вешен тоже говорит о том что the spirit of the lord кот эвэй филипп то есть дух господень восхитил унес филиппа вот и так далее тут практически все переводы все все переводы они говорят о том что филиппа унес дух господень дух господа и и в принципе здесь как бы проблемы такой особенной нету в этом в этом тексте потому что православные наши друзья перевели неплохо этот текст значит когда они уточнили да что дух господень это есть ангел господень это абсолютная истина потому что вот этот же ангел который встречается вот тут и который встречается вот тут в принципе это это одна и та же одна и та же одна и та же личность и мы не видим чтобы это был бог дух святой вот это первый наш как бы такой интересный контекст который мы с вами рассмотрели и сейчас я хотел бы напомнить вам что в третьей книге царств в 18 главе и в двенадцатом стихе так мы тоже встречаем аналогичную ситуацию сейчас мы рассмотрим ее так 18 глава и 12 стих вот вот он 12 стих когда я пойду от тебя тогда дух господень унесет тебя не знаю куда если пойду уведомить ахава и он не найдет тебя то он бьет меня раб твой богобоязни над юности своей эта история пророком ильей когда ахава его искал и вот эта беседа между ильей и слугой ахава видимо эта практика была известна что ангелы переносили значит пророков с места на место до тогда самолетов и машин скоростных не было и вот ангелы помогали в в этой функции да они переносили вот здесь он говорит об этом также об этом же мы читаем в четвертой книге царств во второй главе 16 стих значит и сказал ему вот есть у нас рабов твоих человек пятьдесят люди сильные пусть бы они пошли и поискали господина твоего может быть унес его дух господень и поверг его на одной из гор или на одной из долин он же сказал не посылайте и так здесь то же самое мы видим что описано и в книге деяния апостола в восьмой главе когда ангел божий переносит филиппа с одного места на другое место и этот ангел божий синонимом этому выражению выступает выражение дух божий или дух господень хорошо теперь мы рассмотрим с вами следующий следующий текст который автор урочника субботней школы нам предлагает этот текст записан в книге деяния апостолов в 10 главе 19 стихе здесь описано видение вообще эта история корнилия кто помнит да когда петр пришел корнилию и благовествовал ему и весь дом корнилия и сам корнилия они приняли истину и присоединились к народу божьему но тут нас интересует именно вот этот вопрос который мы рассматриваем о духе да здесь мы также встречаем аналогичное выражение дух сказал это тоже самое то же самое выражение которое вот в 8 главе тут тоже мы с связи с филиппом дух сказал да но тут тут сказал филиппу а тут дух сказал уже петру аналогичное утверждение вот кто этот дух который говорит петру давайте вот почитаем с вами более детально между тем как петр размышлял о видении вы помните да какое видение петр получил не чистых животных встань за колеи ешь да и петр отказался вот и вот он размышляет над этим видением чтобы это значило дух сказал ему вот три человека ищут тебя встань сайди и иди с ними немало не сомневаясь и внимание ибо я послал их вот это ключ чтобы понять кто это дух мы должны понять кто послал людей за петром я послал их говорит вот этот дух значит если мы выясним кто их послал кто их послал тогда мы выясним и то кем является вот этот дух вы понимаете дорогие друзья итак читаем дальше петр сошед к людям присланным к нему от корнилия сказал я тот которого вы ищете за каким делом пришли вы они же сказали корнилий сотник муж добродетельный и боящийся бога одобряемый всем народом иудейским внимание получил от святого ангела повеление призвать тебя в дом свой и послушать речей твоих кто послал людей за петром ангел ангел послал друзья мои вот он и послал следовательно дух это ангел который явился корнилию вот этот ангел который явился корнилию вот он да он видение ясно видел около девятого часа ангела божия который пришел к нему и сказал ему корнилий он же взглянув на него испугавшись сказал что господи ангел отвечал ему молитвы твои милостыни твои пришли на память пред богом и так пошли я послал послал пошли людей в иопию и призови симона называемого петром он гостит у некоего у некоего симона кожевника которого дом находится там то и там то и так далее значит кто послал дух говорит я их послал кто их послал ангел вот этот ангел вот этот ангел И это же подтверждает Пётр и в 11 главе, где он это пересказывает братьям, которые как бы немножко им не понравился поступок Петра, что он язычникам проповедовал и с ними ел. Но Пётр здесь пересказывает снова, посмотрите, он говорит, Дух сказал мне, чтобы я шёл с ними немало не сомневаясь и так далее. И когда он пришёл уже, он говорит, он, то есть Корниль, рассказал нам, как он видел в доме своём ангела святого, который встал и сказал ему, пошли, пошли в Иопию людей и призови Симона, называемого Петром. Пошли. А здесь что мы читаем? Дух что говорит? Я послал их. А здесь что мы читаем? Ангел говорит, пошли в Иопию. Значит, кто послал? Ангел послал. Закономерный вопрос. Учит ли вот этот текст о Боге Духе Святом, о Божественной Личности? Ответ. Не учит. Так же, как и предыдущий. Не учит, друзья мои. Это, очевидно, из контекста, и мы должны быть честными самими собой и не выдумывать всякие теории, которые отрывают нас от контекста. Нужно быть людьми честными, простыми, изучать Писание с чистой совестью, а не для того, чтобы защищать какие-то догматы или какие-то доктрины. Я вам так скажу, что тема о Духе Святом в Священном Писании, она достаточно, ну как сказать, она полностью не раскрыта. И она представляет из себя тайну. Ибо одним и тем же термином Дух Святой, Дух Божий, Дух Господень и Дух Христов могут определяться совершенно разные понятия. Может иметься в виду сам Бог Отец. В некоторых местах может иметься в виду Господь Иисус Христос. В других местах может иметься в виду их какие-то божественные качества и какие-то божественные особенности. Их природы. Дыхание, влияние, жизнь, вездесущность и так далее. Это можно перечислять много. Но проблема состоит в том, что все эти разные понятия, они передаются одним и тем же термином. Дух Божий, Дух Святой, Дух Господень или просто Дух, иногда Дух Христов. И поэтому мы должны смотреть на контекст. Да, и иногда, вот как мы здесь с вами убедились, да, иногда под Духом могут подразумеваться и ангелы. Но, я подчеркиваю, ни в одном случае, нигде в Писании под этими терминами, Дух Святой, Дух Божий, Дух Господень, Дух Христов или просто Дух, не подразумевается Бог, Дух Святой. Такого понятия в Писании не существует. Такого Бога в Писании нет, друзья. Это изобретение папства. Это идея, противная Священному Писанию. И более того, в этой идее, вернее, скрыто поклонение ангелам, которое являлось особенностью гностицизма в своё время. А вообще, если мы ещё дальше проследим историю или истоки этой идеи, то она нас приведёт, знаете, куда? К истокам начала великой борьбы. Когда один из ангелов, который был наиболее приближен к Богу, который был вторым после Христа, который был наиболее возвеличен Богом, который был первым среди остальных творений, ибо он предстоял пред самим Богом. И поэтому свет Божий отражался от его лица, и поэтому его имя было Сын Зари Люцифер. Вот он захотел большего. Он захотел божественных прерогатив. Он захотел поклонения остальных творений, чтобы ему поклонялись так же, как поклонились Христу, Сыну Божьему, рождённому от Отца, и поэтому божественному по своей природе. Вот тогда зародилась вот эта идея. Итак, дорогие друзья, мы подошли к тому моменту, когда мы можем сделать первые выводы. Итак, изучив предложенный автором урочника вот этот вопрос, который звучит следующим образом. Читая приведённые ниже тексты, спросите себя, о ком они сообщают? О безличной силе или о божественной личности? Так вот, изучив в свете этого вопроса вот эти тексты из книги «Деяния апостолов» из 8 главы и 10, мы увидели, что дух, представленный в них, действительно является личностью. Это не какая-то сила, а это действительно реальная живая личность. Однако, это не божественная личность. Это ангел, который исполнял волю Божью в сотрудничестве с слугами Божьими на земле. Вот такой вывод мы сделали из изучения вот этих двух текстов. Далее мы ещё будем изучать тексты, другие тексты, представленные вот в этом вопросе. Вот, допустим, тут мы видим и текст из послания к Кримлинам. Вот, мы видим текст из послания к Кримлинам, второй главе. Ну и также из книги «Деяний» мы рассмотрим эти тексты в наших последующих роликах. А сейчас я хотел бы предложить вашему вниманию ещё раз поразмышлять над пройденным материалом в виде молитвенного прочтения предложенных далее цитат Духа Пророчества и текстов Священного Писания. Дорогие друзья, я хотел бы сейчас предложить вам поразмышлять ещё над одной цитатой из трудов Духа Пророческого и сравнить данные в этой цитате конкретной с тем, что говорит Слово Божие и сделать из этого соответствующие выводы. Сразу хочу сказать, что это напрямую касается того вопроса, который мы сегодня с вами рассматривали. Итак, давайте прочтём цитату. «Даже адвентисты седьмого дня находятся в опасности закрыть глаза на истину, какова она есть в Иисусе, потому что истина противоречит чему-то такому, что адвентисты принимают за истину, но что не является истиной для Святого Духа». Итак, в этих словах содержится предостережение. Предостережение всем адвентистам седьмого дня. В чём суть? Суть в том, что они могут принимать некоторые учения, некоторые догматы церкви за истину, некоторые учения, содержащиеся в пособиях по изучению Библии за истину, но это в действительности не является истиной для Святого Духа. И сегодня был наглядный тому пример, когда то, что предлагал автор урочника «Субботней школы», в действительности не соответствует библейскому контексту и очень легко разоблачается библейским контекстом. Там не нужно быть богословом очень сильным, чтобы увидеть, что контекст совершенно по-другому толкует. Слово «Дух» в тех отрывках, которые мы с вами сегодня рассматривали. Итак, мы можем сказать, что то, что адвентисты, составлявшие эти пособия, принимают за истину, это не является истиной для Святого Духа. И это действительно так. Но давайте продолжим чтение. Я прокручу страничку немножко вниз. Итак, далее мы читаем. Но давайте продолжим рассказ о людях, которых иудейские священники и правители считали опасными, поскольку они вносили новое и странное учение почти в каждый теологический вопрос. Апостолы повиновались, внимание, по велению Духа Святого. Я прошу вас обратить на это внимание. Что же Дух Святой им сказал? «Идите и став в храме, говорите народу все сии слова жизни». Они, выслушав, вошли утром в храм и учили. Между тем первосвященник, и которые с ним, придя, созвали синедрионы всех старейшин и сынов Израилевых и послали в темницу привезти апостолов. «Но служители, придя, не нашли их в темнице и, возвратившись, донесли, говоря, темницу мы нашли запертую со всей предосторожностью и стражей, стоящих перед дверями. Но, отворив, не нашли в ней никого». Ну, здесь можно прервать, потому что главное, что я хочу сказать, мы уже прочли. Итак, обратите внимание, что здесь апостолы повиновались по велению кого? Духа Святого. И дальше она цитирует текст из книги «Деяния апостолов», 5 глава, с 20 по 26 стих. Вот давайте прочтем вот этот вот отрывок и посмотрим, кто этот Дух Святой, который дал вот такое повеление апостолам. Итак, переходим к Священному Писанию. Вот я уже открыл «Деяния», 5 главу. И вот 20 стих, который мы с вами читали, вот он. «Итак, идите, и ставшие в храме, говорите народу все сии слова жизни». Но кто их здесь произносит, друзья мои? Мы видим, что их произносит кто? «Но ангел Господень ночью отворил двери темницы и, выявивши их, сказал, «Идите, и ставшие во храме, говорите народу все сии слова жизни». Они, выслушавши, вошли утром в храм и учили». Возвращаемся к тексту, который мы с вами читали в трудах Духа Пророческого. Лена Вайт пишет, что апостолы повиновались по велению Духа Святого. «Идите, и став храме, говорите народу все сии слова жизни». Итак, кто этот Дух Святой, о котором говорит Дух Пророчества? Безусловно, это вот этот вот ангел Господень, который вывел их из темницы. Друзья мои, вот это он самый. Следовательно, то, что мы сегодня с вами изучали в Писании и то, что мы с вами видели в урочнике субботней школы, по которому Писание изучает Церковь, ясно показывает, что урочник субботней школы не преподносит истину таковой, какая она является в Библии и каковой она является для Святого Духа. Пусть Господь благословит каждого из нас. Сегодня мы рассмотрели лишь три отрывка, но в дальнейших наших видеороликах мы продолжим изучение этих отрывков и будем делать новые открытия, новые выводы. Я прошу вас, держитесь за Писание. Смотрите, изучайте его. Не просто так читайте, а именно вникайте, сравнивайте, рассматривайте ближайший контекст, общий контекст книг. Одним словом, будьте людьми книги. Основывайтесь на Слове Божьем. Спасибо за внимание. Пусть Господь вас благословит. Я приветствую вас, дорогие слушатели, на моем канале. И сегодня мы продолжаем с вами изучать вопрос или тему Святого Духа в Библии. Какова его концепция? Хочу сразу сказать, что концепция о Духе и вообще истина о Духе полностью не раскрыта в Писании. И поэтому она представляет из себя тайну. Однако Писание содержит некоторые сведения на эту тему, которые Бог пожелал, чтобы мы имели, дабы не были увлечены ложными учениями в данном вопросе. Основная проблема, как это видится мне в данном вопросе, заключается в том, что одним и тем же термином Дух Святой, Дух Божий, Дух Господень в Писании часто представлены разные понятия. Есть группа текстов, в которых эти термины относятся непосредственно к личности Бога Отца, либо непосредственно к личности Господа Иисуса Христа, Сына Божьего. Также есть группа текстов, в которых эти же термины относятся к божественным свойствам Отца и Сына. Например, они могут передавать, допустим, идею о жизни божественной, жизни вечной. Или, допустим, передавать идею о Божьей силе, о Божьей благодати. Есть группа текстов, где этими терминами передаются идеи, описывающие такое свойство Бога, как Его животворящее дыхание, или Божье всеведение, или Божью вездесущность, а также Его влияние. И всё это, представьте себе, передаётся одними и теми же терминами. Также есть группа текстов, в которых этими же терминами передаётся идея об ангелах, определяются ангелы, так скажем. То есть ангелы часто в Писании названы духами, духами Божьими. Допустим, явился Дух Господень, объял его Дух Господень. А иногда этим же термином «дух Божий» может передаваться идея личности самого Бога, либо его какого-то божественного качества. И поэтому всегда нужно обращать внимание на ближайший контекст. И в результате вот этого момента одни в Писании видят одну концепцию о Духе. где подчеркивается, допустим, его личностная сторона. Там, где Дух, допустим, может указывать на самого Бога. И они говорят, о, Дух – это Бог. И потом путём логических построений приводят эту идею к идее о Боге Духе Святом. Другие, допустим, усматривают те тексты, ту группу текстов, где термином «дух святой» и так далее передаётся идея, допустим, силы Божьей, или божественной благодати, Божьей жизни, Божьего животворящего дыхания и так далее. И они говорят, о, Дух – это не личность. Это сила. И это только сила и только какие-то качества Бога. Другие видят, что Дух – это личность. Видят, находят группу текстов, где Дух – это личность либо самого Бога, либо Христа, либо ангелов. И выстраивают на этом основании концепцию о Боге Духе Святом. Но истина заключается в том, что и та, и другая концепция о том, что Дух – это личность, и Дух – это сила, они обе присутствуют в Писании. И избирать одну, при этом отвергая другую, это является ошибкой. Причём очень серьёзной. Вот я пример приведу. Например, мы знаем, что Иисус Христос – это Сын Божий и Сын Человеческий одновременно. Если мы будем признавать Христа только как Сына Божьего, и при этом отвергать Его как Сына Человеческого, это будет ересью. И наоборот. Истина заключается в том, чтобы мы исповедовали Его и Сыном Божьим, и Сыном Человеческим. Вот такая же ситуация присутствует и в вопросе концепции о Духе Святом в Писании. Есть концепция, где Дух – это личность, есть концепция, где Дух – это сила. И обе эти концепции есть в Писании. Они уравновешивают друг друга и сохраняют нас от крайностей и лжеучений. Однако, хочу подчеркнуть, что ни в одной из этих концепций не присутствует учение о Боге, Духе Святом, как отдельном от Отца и Сына Божественном Существе. Это я подчеркиваю. Там, где подчеркивается личность Духа, там везде, в той группе текстов, извиняюсь, в той группе текстов показаны Отец, либо Сын, либо Ангел. И надо это увидеть из контекста. А в той группе текстов, где подчеркивается сила или какие-то божественные качества Отца и Сына, ну, это уже понятно, тут как бы всё ясно. Итак, сейчас я хотел бы с Вами рассмотреть отрывок, отрывок, в котором показана идея, где термин Дух относится непосредственно к личности Бога Отца. Он записан в Евангелии от Иоанна, в 4 главе, и в 24 стихе. Вот вы можете видеть его. «Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и Истине». Некоторые спекулируют этим текстом очень серьёзно, говорят, что Дух есть Бог. Ну, ответом, конечно, на это служит контекст данного отрывка, сейчас мы его рассмотрим. А также ещё и следующая идея. В Писании сказано, что Бог есть Любовь. Но переставьте местами слово «Бог» и «Любовь», и получается совсем другая идея. Любовь есть Бог. Вот такой идеи в Писании нет. И это уже с идолопоклонством связано. А вот «Бог есть Любовь» – это совсем другая идея. Так вот и здесь. «Бог есть Дух, но никак не наоборот». Но я не хочу сейчас именно об этом говорить, а вот давайте рассмотрим непосредственно контекст данного отрывка. Итак, в этой главе описывается, во всей четвёртой главе, вот здесь, описывается беседа Иисуса Христа с Самарянкой. Известная беседа. Мы не будем её сейчас всю рассматривать. Но вот именно идея вот этого текста, изучаемого нами текста, ближайший контекст изучаемого нами текста, он как бы начинается, можно сказать, с 21 стиха. Даже с 20. Женщина говорит. «Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме». Иисус говорит ей, «Поверь мне, что наступает время, когда не на этой горе и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев». «Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и в истине. Ибо таких поклонников Отец ищет в себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине». Итак, мы с вами сейчас давайте проведем некоторые параллели. Итак, обратите внимание, что в данном тексте вот это выражение «Бог есть Дух», фактически о ком оно говорит? «Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему, вот этому Богу, который является Духом, Ему поклоняющиеся, должны поклоняться в духе и истине». Выше Иисус Христос, Он объясняет, «Кто этот Бог, которому должны поклоняться в духе и истине?» Это Отец, видите? Поклоняться Отцу, поклоняться Отцу. Таких поклонников Отец ищет в себе. Поклоняться Отцу в духе и в истине. «Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и в истине». То есть, видите, вот этот контекст, да? Бог, Отец, Отец. Все очень просто. Здесь термин «дух» относится непосредственно к Личности Бога Отца. Прошу вас обратить на это внимание, дорогие друзья. Это очень важный момент. И, исходя из этого, когда вы в будущем встретите, допустим, тексты, в которых, допустим, речь идет о духе Божьем, который проницает и глубины Божьи и так далее, и так далее, то вы сразу же поймете, что в данном ближайшем контексте термин «дух Божий» относится непосредственно к Личности Отца. Но сейчас я не хотел бы говорить об этом. У нас будет отдельный ролик на эту тему. Но вот этот контекст нам явно показал вот эту идею. Вот этот смысл. Следующий текст, который я хотел бы с вами сейчас рассмотреть, записан в первом послании к Коринфянам во второй главе. Давайте откроем. Первое Коринфянам. Ой, извините. Второе Коринфянам 3.17. Неправильно я. Второе Коринфянам 3.17. Итак, вот наш текст. Господь есть Дух. И где Дух Господень, там свобода. Итак, о ком здесь идет речь? Кто этот Господь есть? Обратите внимание, здесь тоже не сказано, что Дух есть Господь. Тут сказано, Господь есть Дух. О ком идет речь? Ну, сейчас мы с вами рассмотрим два параллельных текста. Один записан в первом послании к Коринфянам в 15 главе 45 стихе. Так, где он у нас? Вот он. Вот, обратите внимание на него. Так и написано. Первый человек, Адам, стал душою живою. А последний Адам есть кто? Дух животворящий. Итак, первый Адам, понятно, да? Речь идет об Адаме, сотворенном первом человеке. А последний Адам это кто? Это Христос по контексту. Вот. Это Христос по контексту, потому что вот в 47 стихе мы читаем. Первый человек из земли, перстный, земной. Второй человек, Господь с неба. Господь. А здесь он назван Дух животворящий. Значит, Господь с неба, это никто иной, как кто? Это никто иной, как Иисус Христос, друзья мои. И вот тут вот второй Адам, который назван Духом животворящим, также является никем иным, как Иисусом Христом. Мы с вами читали во втором Коринфянам 3.17. Господь есть Дух. И вот здесь мы тоже встречаем эти же выражения. Господь и Дух. Которые относятся, вот эти два выражения, которые оба относятся к Иисусу Христу. Также в первом послании к Коринфянам в 8 главе и 6 стихе, это очень важный стих для библейского монотеизма, вот тут мы тоже видим следующее, что у нас один Бог, Отец, из Которого всё, и мы для Него. И один Господь Иисус Христос, Которым всё и мы им. Значит, здесь Иисус Христос назван Господом. Господь есть Дух. Есть ещё другие тексты, но я думаю, этих в принципе достаточно, чтобы понять, что во втором послании к Коринфянам, в 3 главе и 17 тексте, который мы с вами рассматривали, вот этот стих, Господь есть Дух, мы понимаем, что в данном случае речь идёт не о Боге Духе Святом, а именно о Господе нашем Иисусе Христе, который и является Духом Животворящим. У Уильяны Вайт есть несколько цитат очень интересных, которые, допустим, она писала применительно к этой истине. Я сейчас хочу вам продемонстрировать одну из этих цитат. Итак, вот цитата на английском языке, к сожалению, на русском языке перевода ещё нет. И вот здесь вот вы видите, да, что это письмо 66 от 1894 года. Вот. И вот здесь она пишет. Мы желаем Духа Святого, который есть Иисус Христос. Мы желаем Духа Святого, который является Иисусом Христом. Это очень интересная цитата, которая полностью подтверждает то, о чём мы с вами говорили выше, когда изучали Слово Божие. Но у Уильяны Вайт так же, как и в Писании, в принципе, есть группа цитат, которые показывают, что Дух – это Отец, или что Дух – это Сила, или что Дух – это Ангелы. И по каждому из этих направлений нужно проводить, как говорится, отдельное исследование. В одной теме это всё не скажешь, это очень обширный материал. Вот. Я вам показываю лишь частички, крупинки из всего этого материала, чтобы просто вы увидели общую картину данного вопроса и данной истинной. Вот. И вот это полностью соответствует тому, что, допустим, апостол Павел здесь пишет, что Господь есть Дух. Да? Вот. Это очень важный момент. И вот теперь я хочу вам ещё предложить некоторые цитаты, в которых передаётся та же самая идея. Вот, например, Елена Вайт писала. Вот. Ещё раз. Внимание на экран, пожалуйста. Вот. Она писала. «Христос был Дух истины. Мир не внемлит Его мольбам. Они, извините, не принимают Его как своего наставника. Они не могут разглядеть невидимые вещи. Духовные истины были им неведомы. Но Его ученики видят в Нём путь, истинную жизнь. Они будут иметь Его постоянное присутствие. Они должны приобрести основанное на личном опыте знания единого истинного Бога и посланного им Иисуса Христа». Ну, вот тут вот очень важным является для нас вот это вот выражение, что «Христос был Дух истины». Вот. В другом месте Елена Вайт пишет. «Иисус Христос приходит к нам как Дух истины». Вот. То есть, здесь везде Дух, Дух истины – это практически синоним личности Иисуса Христа. «Возвеличьте Христа в Его силе, в личности Святого Духа». Кто является этой личностью в данном случае? Личность Святого Духа кого представляет вот в данном тексте? Она представляет Иисуса Христа. Вот. Или следующая цитата. Вот это вот. «Когда искушения окутывают душу, помните слова Христа. Помните, что Он есть невидимое присутствие в личности Святого Духа. И Он будет миром и утешением данным вам». Вот. Далее, кстати, вот как Елена Вайт комментирует выражение «Дух животворящий» вот в этом выражении. «Иисус пришел, чтобы разрушить дела дьявола. В нем была жизнь. И Он говорит, Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Он есть Дух животворящий. И поныне Он обладает той же животворящей силой, как и прежде. Он есть Дух животворящий». То есть, Елена Вайт, вот это вот послание к Олимпинам 15.45 «Дух животворящий» тоже относит к кому? К Иисусу Христу. Давайте рассмотрим еще вот это вот выражение. Посмотрите. «Христос дает им дыхание Его собственного Духа и жизнь Его собственной жизни». Следующая цитата. «Христос дунул на учеников и сказал, примите Духа Святого. Сегодня Христос представлен Его Святым Духом в каждой части Его Великого Виноградника. Он дунул. Это Его дыхание. Это Его, это часть Его природы. Это Он Сам». Есть еще много других цитат, которые мы будем рассматривать в будущем. Я думаю, в принципе, этих цитат и этих текстов Писания, которые мы с вами сегодня рассмотрели, в принципе, достаточно для того, чтобы понять, что в Писании есть группа текстов, в которых по терминам «Дух» или «Дух Святой», или «Дух Божий», или «Дух Господень». могут подразумеваться именно «Отец» либо «Сын». Но ни в коем случае не Бог, Дух Святой, как отдельное от Отца и Сына, равное существо, индивидуум. Такого существа в Писании нет. Но я хочу сказать, что этим мы не ограничиваемся, потому что это не единственная концепция в Писании о Духе Божьем. В Писании под этими же терминами могут передаваться и какие-то качества Отца и Сына. Их сила, их влияние, их жизнь, их благодать и так далее. И об этом мы с вами будем говорить в следующем нашем ролике. Спасибо за внимание. Изучайте Писание. Имейте мир в сердце. И пусть Бог благословит каждого из вас. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...